Они жили здесь, они жили среди нас. Герой Советского Союза, фронтовик Федор Шабашов, полный кавалер Ордена Славы, ветеран войны Федор Паншин, герой социалистического труда, заводчанин Александр Гришняев. В августе 44-го в боях за переправу через реку Прут из противотанкового ружья рядовой Шабашов Федор Филиппович подбил три танка и подавил три орудия противника, способствуя захвату переправы. В 45-м ему присвоено звание Героя СССР. За исключительное мужество, отвагу и бесстрашие, проявленные в боях с вражескими захватчиками, красноармеец Паншин Федор Петрович награжден Орденом Славы I, II и III степени. За большие заслуги в выполнении заданий 8-й пятилетки по выпуску продукции, внедрении новой техники и передовой технологии, слесарю Пензенского приборостроительного завода Гришняеву Александру Ивановичу присвоено звание Героя социалистического труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали «Серб и молот». Ежегодно мы возлагаем цветы к памятным доскам, которые установлены на дома, где жили эти люди. Это гордость нашего города и все наши горожане, я думаю, должны чтить память наших героев. Мероприятия, посвященные Героям Отечества, начались в Заречном в День неизвестного солдата – 3 декабря. В школе у нас устраиваются классные часы, которые проводят наши учителя. Мы вспоминаем обо всех Героях Отечества. Также проводятся концерты, посвященные им. Мы готовим для лучших классников презентации и доклады о наших соотечественниках, которые принимали участие в Великой Отечественной войне и были удостоены наград. Классные часы, концерты, уроки памяти, военно-патриотические игры проходили в школах, детских садах и учреждениях культуры Заречного всю неделю. До Дня Героев Отечества. Анна Литвинова, Сергей Путинцев, телерадиокомпания «Заречный». Анна Литвинова, телерадиокомпания «Заречный».